Начало 1918 года. Еще не окрепшие отряды Октябрьской революции сражаются на баррикадах улиц городов умирающей России с силами контрреволюции, постепенно поглощая один регион за другим. В то же самое время с запада неотвратимой лавиной наступает немецкая армия, последняя боеспособная сила из центральных держав. Основное направление наступления – Прибалтика, на столице, город Петроград. Но как же так вышло? Ведь Первая мировая война была оппозиционной войной, и фронты зачастую не двигались месяцами? Элементарно. 10 ноября 1917 года Совет Народных Комиссаров Советской Республики принимает декрет о сокращении численности армии, согласно которому официально начинается демобилизация вооруженных сил. Однако, фактически в армии процветает дезертирство, и многие уже давным-давно демобилизовались. В это же время формируется новая добровольческая Красная Армия, которая пока еще слишком слаба. И хотя до последнего часа центральных держав остается меньше года, ослабевшая Россия с плохо организованной и развалившейся армией ничего не может, а зачастую просто не хочет противопоставлять немецкой армии. Переговоры о мире, который позже был назван Брест-Литовским или просто Брестским, начались в конце 1917 года. Большевистские лидеры декларировали свою приверженность идее мира без аннексии и контрибуций. В некоторых боевых соединениях это вызывало недовольство. В прошлом видео речь шла как раз об одном таком случае, когда экипаж боевого корабля провозгласил революционную республику на острове в заливе близ города Таллинн. Этот ролик вы можете посмотреть по ссылке в описании или перейдя по появившемуся уведомлению. Но сегодня мы окажемся на другой стороне линии фронта. Итак, на дворе 18 февраля 1918 года. Два месяца назад в Брест-Литовске было заключено сепаратное соглашение о перемирии между Германской империей и большевистским правительством. Однако, разные большевистские фракции выступали за разные условия мира, а кто-то и вовсе высказывался за возобновление войны. Внутриполитический раскол продолжался вплоть до 28 января, когда советская делегация прервала переговоры, озвучив лозунг «Войну прекращаем, но мира не подписываем». Немецкое командование, опешив от произошедшего и возмущенное затягиванием времени и потери драгоценных трех месяцев, начало подготовку к новому наступлению. И вот, сегодня, 18 февраля 1918 года, германская армия начала наступление по всей линии фронта, от Карпат и до Балтийского моря. При этом германо-австрийские дипломаты ужесточили выдвигаемые условия мира. К концу февраля немецкая армия захватила огромные территории, овладев такими городами, как Двинск, он же Доугавпилс, Минск, Луцк, Ровно, Житомир, Таллин и многие другие, вплотную приблизившись к Петрограду. Красное правительство, оказавшись в катастрофической ситуации, было вынуждено подписать Брестский мир на еще более худших условиях, чем немцы предлагали ранее. 3 марта мир был подписан, ознаменовав передачу в пользу Германии огромных территорий, в том числе и всей Прибалтики. Неожиданный поворот, но что же теперь делать жителям всех этих территорий? Правильно, провозглашать независимые республики. 8 марта на территории Курляндии, занятой немецкими войсками, Ландесрат Аздзейских немцев провозгласил о создании герцогства Курлянского и Зимгальского. Корона герцога была предложена кайзеру Вильгельму, который с готовностью признал независимость... Хм, постойте, зависимость Курляндского герцогства. Мы, Вильгельм, милостью божий германский император, король Пруссии и прочих земель, настоящим приказываем нашему канцлеру, графу фон Гертлингу, сообщить правительству Курляндии, что по желанию, высказанному нам его послом и по докладу нашего канцлера от имени Германской империи мы признаем герцогство Курляндское свободным и независимым государством, приказываем заключить с Курляндии такие договоры, которые обеспечат тесные экономические и военные отношения между обеими землями. Наше Величество повелевает, чтобы этот приказ был задокументирован и скреплен имперской печатью от 15 марта 1918 года. Кайзер Вильгельд II. Но и этого было недостаточно. 12 апреля, спустя месяц после появления независимой Курляндии, провинциальное собрание Балтийских земель Лифляндии, Эстляндии, города Риги и острова Эзель, состоящая из 35 прибалтийских немцев, 13 эстонцев и 11 латышей, в Риге приняли резолюцию, призывающую германского императора признать прибалтийские провинции монархией и принять над ней протекторат империи. Новое государство было названо Объединенным Балтийским Герцогством, Курляндия при этом входила в его состав и вступала в личную унию с Королевством Пруссия. Советское правительство в ноте протеста от 26 мая заявило о непризнании этого решения. Хотя кого это интересует? Столицей государства стал город Рига, а само герцогство состояло из 7 кантонов Курляндия, Рига, Латгалия, Южная Ливония, Северная Ливония, Эстляндия и Эзель. Нет, Швейцария, убери свои руки, это не твои кантоны. Однако на этот раз у самого кайзера был кулдаун на признание независимости государства и новое государство было признано Германией лишь через полгода. Немецкая знать не хотела считаться ни с какими политическими силами региона и рассчитывала управлять новообразованным союзом бывших прибалтийских губерний напрямую. Наконец, 22 сентября 1918 года кулдаун прошел и кайзер Вильгельм признал независимость Объединенного Балтийского герцогства. В октябре 1918 года рейхсканцлер Максимилиан Баденский отдал распоряжение о передаче управления прибалтийскими территориями в руки немецкого гражданского управления. Национальным меньшинствам передавалось больше полномочий, а само государство должно было стать местом мирного сожительства нескольких народов под руководством Германской империи. Нет, Швейцария, это снова не про тебя. Главой государства должен был стать Адольф Фридрих Мекленбург Шверенский. Правда, он должен был стать не суверенным монархом, а лишь одним из принцев, напрямую подчиненных германскому императору. Адольф Фридрих, правда, так и не добрался до Виги и начиная с 9 ноября власть была передана в руки Регенского совета из 10 человек. Само же существование герцогства, даже в виде объединения нескольких народов, вызвало недовольство всех значимых сил. Против него выступали и большевики, и страны Антанты, и народы Прибалтики, видевшие в немцах новых угнетателей национальной независимости. Фактически, государство больше существовало на бумаге, чем в физическом мире. Несмотря на официальные заявления и прокламации германских официальных лиц, коллапсирующая немецкая империя была не в состоянии поддержать существование этого государства. К 4 ноября 1918 года Германия осталась одна. Сначала капитулировала Османская империя, затем 3 ноября Австро-Венгрия. Немецкий фронт посыпался, и в первых числах ноября произошла еще одна революция, на этот раз в Германии. Ноябрьская революция. Кайзер был свергнут, слишком большие кулдауны. А военный министр, провозглашенный революционерами Веймарской республики, отдал приказ о выводе немецкой армии из Прибалтики. 12 ноября было сформировано Временное правительство Эстонии. 18 ноября была провозглашена независимость Латвии, которую 25 ноября признала Германия. 28 ноября был распущен Регенский совет Объединенного Балтийского герцогства, а само государство кануло в лету, оставив после себя только добровольческие вооруженные формирования под названием Прибалтийский ландвер, который самым активным образом участвовал в полыхающем пожаре войны в Прибалтике еще аж до начала 20-го года. Но об этом в другой раз. Вы, конечно, спросите, а был ли кто-то необычный связан с этим государством? Конечно, да. Это его формальный лидер Адольф Фридрих Мекленбург-Шверенский. И что же в нем необычного? А посудите сами. Сейчас я назову вам все, чем отметился этот человек за время своей продолжительной жизни. Участвовал в научной экспедиции в Центральную Африку, получил медаль Географического общества в Лейпциге, написал двухтомный труд от Конга до Нигера и Нила, был последним губернатором Тоголэнда, служил сначала в Австро-Венгерской армии, а затем в Османской. Зачем? Был главой германо-персидской военной миссии в Ираке, побывал в Масуле. После несостоявшегося монаршевого титула в Балтийском герцогстве стал вице-президентом германского колониального общества в Юго-Восточной Африке. Поскольку немецкие колонии после Первой мировой войны это оксюмарон, подался в члены Международного Олимпийского комитета. После Второй мировой и вовсе стал президентом Олимпийского комитета ФРГ. Его младший брат Генрих был мужем нидерландской королевы Вильгельмины. Одним словом, достойный человек своей эпохи. Именем Божьим и своей светлейшей волей дарую вам высочайшее право поставить лайк и подписаться на этот канал.